Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео я хочу сделать вам экскурсию по нашему кабинету в платформе InStime. После авторизации вы увидите главное меню. Слева в верхнем углу вы увидите ваше имя в Instagram аккаунте, а также вашу аватарку. Под ними вы можете увидеть то количество людей, которое пришло в ваш Instagram аккаунт из платформы InStime. Далее в вкладке Dashboard вы можете увидеть абсолютно все посты, фотографии и видео, которые вы загружали в свой Instagram аккаунт. Они автоматически подтягиваются в нашу платформу InStime. Над ними вы видите количество лайков, комментариев, просмотров, сохранений. Это то количество, которое я уже использовал на свои посты Instagram. То есть это то количество, которое я использовал из моего доступного ежемесячной подписки. До конца моей подписки осталось 22 дня. Справа от ней мы можем увидеть, что наша рекориальная ссылка и такой промокод. Далее, чтобы поставить себе задание на свой пост, вам нужно нажать на любой из постов и добавить либо лайк, либо комментарий, либо сохранение. В данном случае нажимаем лайк, 50 лайков и добавим. Но система нам скажет, что у нас ошибка, так как я не выполнил еще свои задания, которые мне пришли от других участников системы InStime. Нажимаем кнопку выполнить и нас переводит в вкладку задания, где будут задания, которые я еще сегодня не выполнил, которые предусмотрены в рамках системы. 30 заданий в день. Начинаем выполнять задания. Нажимаем на кнопку лайк, нас переводит в мой Instagram аккаунт, где я должен лайкнуть фотографию человека, который поставил задание. Выполнили это задание. Далее, нажимаем следующий лайк. Выполняем задание. Следующее задание. Комментарий. Комментарий. Внимание. Комментарий должен быть не менее, чем три слова. Например, здесь у меня пришло задание сделать комментарий какое-то свадебное платье. И как я парень, я не могу его прокомментировать, не знаю, что написать. У меня есть возможность пропустить это задание слева от кнопки комментарий. Также я могу пожаловаться на задание, если оно, например, какое-то некорректное, либо аккаунт у человека, который поставил задание, закрыт. В данном случае я просто его пропущу. Пропустил и еще один комментарий напишу. Итак, мы выполнили задание. Одно еще проверяется системой. Но, если у вас уже выполнено почти все задания, и осталось только три, либо меньше, вы можете ставить задание себе уже сами. Также хочу еще напомнить, в нашей системе есть подсказка, как выполнять задание. Есть кнопочка, как это работает. Вы можете прочитать полностью шаг за шагом, что каждая иконка означает. Так вам будет проще принимать решение, что вам нужно. Далее, после того, как мы выполнили задание, мы можем поставить задание себе. Например, я хочу добавить лайки. Добавим, например, 50 лайков. Система написала, что задание добавлено и используется в продвижении. И добавим еще, например, комментарии. 10 комментариев. Задание ушло на проверку. Ой, на другим людям. И, например, 1000. И сохранение. Добавим еще 10 сохранений. Окей. Теперь. Мои задания сейчас на исполнении. Вы можете посмотреть, какие задания у вас сейчас выполняются. Нажимаете на лайки и показывает все фотографии, которые сейчас на выполнении на лайки. Нажимаете комментарии, показывает вам все фотографии, которые сейчас используются на комментарии. Нажимаете на сохранение. Соответственно, видите все фотографии, которые сейчас на выполнении заданий у других людей на сохранении. И все медиа. Это если вы хотите поставить еще там какую-то активность. Например, еще 10 сохранений добавим на эту фотографию. Окей. Далее. Перейдем к разделу финансы. В разделе финансы вы можете увидеть, первое, бонус. Если вы на него нажмете на эту стрелочку, вам откроется два вида бонуса. То есть два значения. Первое. Это 3 из 3. Это сколько пришло в систему человек, чтобы получить следующий месяц бесплатно. У нас есть условия. Если человек, который зарегистрировался и в течение 7 дней пригласил в систему 3 человек, которые купили подписку. Платформа InStime делает этому человеку подарок в виде следующего месяца бесплатной подписки. Далее. Здесь отображена моя команда. Это то количество людей, которые зарегистрировались в мою команду и находятся у меня, либо у моих людей. Справа от этого написано текущий баланс. Денег, которые сейчас у меня есть. Также вы видите реферальную ссылку. Если вы хотите свою реферальную ссылку, свой промокод отправить к какому-то человеку, который хочет также зарегистрироваться в нашей платформе, нажимаете копировать реферальную ссылку и она скопировалась вам в буфер обмена. Также кнопка вывести, если я хочу вывести эти деньги из платформы InStime. Вывести деньги из платформы InStime вы можете на платежную систему ePayments. Для этого вам нужно ввести номер кошелька, а также сумму, которую вы хотите и нажать кнопку вывести. В данном видео я не хочу выводить деньги, я хочу показать вам дальше, что можно сделать в этой платформе. Далее. Снизу вы видите подписку и количество дней, которые у меня осталось. 22 дня из 30 осталось в моей подписке. Ниже вы видите количество просмотров, которые я использовал из своей ежемесячной подписки, количество лайков, количество комментариев и количество сохранений. Дальше. В вкладке уведомлений вы можете увидеть полностью всю историю начислений реферальных, всю историю регистрации по вашему промокоду, а также историю выполнения заданий. В разделе структура вы можете увидеть все количество людей, которые зарегистрировались по вашему промокоду, либо по промокоду ваших людей. Очень удобная структура. Вы можете опускаться вниз, смотреть каждого человека, который у вас есть в структуре. Вы можете нажать на этого человека, увидеть его имя в Instagram аккаунте, его статус, оплачен он или не оплачен, какое количество людей в структуре у него, лично приглашенных и активно лично приглашенных. Это те люди, которые купили подписку. Также очень удобно. Спускаться вниз, чтобы посмотреть полностью, какие у вас есть люди. Далее. Есть кнопка настройки. В этом разделе вы можете увидеть настройки вашего аккаунта. Вы можете сменить Instagram аккаунт, но только до того момента, как вы оплатили подписку. То есть, если вы еще не оплатили подписку и ошиблись, либо хотите изменить свой Instagram аккаунт, вы можете нажать кнопку сменить Instagram аккаунт и изменить. После подписки эта функция невозможна. Также изменить пароль. Также реферальная ссылка. Посмотреть промокод и отправить промокод человеку для регистрации. Также вы можете выбрать SMS оповещение, если у вас закрестировался новый реферал. Если хотите получать какие-то ответы у техподдержки, пропущенные оповещения о продуктах и новость. Также поддержка. Здесь есть ответы на часто задаваемые вопросы. Также инструкция, что обозначает, какое поле, как выполнять задание, как покупать подписку и так далее. В общем, краткая инструкция, как пользоваться нашим кабинетом. Я надеюсь, что все было понятно. До новых встреч.